Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Крипто Фронтмен. Сегодня мы поговорим с вами про альт-сезон, мы поговорим с вами про альт-коины, мы с вами поговорим про капитализацию, биткоин-доминацию и, естественно, вскользь. Совсем чуточку затронем биткоин, потому что сегодняшний день направлен на ответ. Так что у нас там с альт-сезоном? Это то, с чем вы берете меня за грудки вот уже который день и в комментариях, и в чате, и задаете вопрос. Ну так что, по порядку, отвечу на все вопросы. Значит, первое, я ввел такое понятие, как альт-сезончик. Далее мы разговариваем с вами в видео про альт-сезон и ввели еще одно понятие, как альт-сезонище. Итак, те, кто смотрит меня давно и смотрит все выпуски, то знают, о чем идет речь. Те, кто присоединились к нам только что, давайте лаконично объясним. Альт-сезончик я прогнозировал следующей характеристикой. Если посмотреть на биткоин-доминацию, то мы говорили, что альт-сезончик, то есть кратковременный рост альт-коинов наступит в адекватном боковике. Так было сказано с моих уст. Соответственно, он был в этом промежутке. В первую очередь. Далее мы говорили, после того, как биткоин-доминация начала расти, я сказал, примерно 1 августа, что альт-сезончик можно считать завершенным. Все, внимание, альт-сезончик завершен. И действительно, с этого периода многие альт-коины прекратили свой рост и позже случилось то, что случилось. Замечательно. Следующий момент. Было сказано, что альт-сезон наступит осенью. Осень понятие растяжимое. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Год 2023 текущий. Соответственно, я предполагал и до сих пор полагаю, что и альт-сезон должен быть осенью. Соответственно, мы о нем сейчас очень подробно поговорим. Вот в этом разрезе, на тех альт-коинах, эфириум, биткоин, лайткоин, матик, космос, атом и чейн-линк, именно на их примере мы этот момент и разберем. А впервые мы о нем заговорили вот в этом видео, которое было 12 дней назад, 25 августа. Так и называлось видео, когда альт-сезоны и какие монеты сильны. Я здесь устроил список биткоин, эфириум, соланка, атом, чейн-линк. Но соланку мы здесь не рассмотрим, потому что она не была залищена в пределах или тех сроках, которые мы будем сегодня рассматривать. Поэтому я добавил матик и лайткоин, как одну из самых старейших монет, как и биткоин, к слову. И про альт-сезон мы сейчас поговорим. И остается альт-сезонище. Что значит в моем понимании такой термин, как альт-сезонище? Это тот период, когда все альткоины начинают бурно расти. Как правило, это наступало и наступит только после халвинга биткоина. Эту тему мы затрагивали и в предыдущих видео очень-очень подробно, и видео про халвинг очень-очень подробно. Но, соответственно, альт-сезонище мы трогать сегодня не будем. А поговорим про альт-сезон. Значит, лаконично ввели курс дела. Теперь давайте поговорим, почему все-таки я считаю, что альт-сезон может или должен быть осенью. Давайте разберемся. Речь шла про определенные монеты. И, естественно, их список здесь. И это далеко не весь, не полный. Но нужно понимать, что не все альткоины будут расти или пытаться расти осенью. Но упор был сделан на эфирюм Солану Атом Чилинг. Возможно, одна монета. Возможно, все. Возможно, только половина. А возможно, все они плюс те, которые мы еще сегодня разберем. Дело в том, что мы занимаемся с прогнозом то, что будет. У меня нету контента о новостях, о том, что было, или о критике. Если бы я этим занимался, наверняка я бы преуспел. Но справедливости ради, в своих прогнозах я также преуспел. Я имею на сегодняшний момент 20-тысячную аудиторию, за что всем огромное спасибо. За доверие. Так вот, приступим. Если мы рассматриваем альт-сезон для данных монет, то смотрите, какие ключевые факторы я бы выделил. Эфирюм, биткоин, лайткоин, матик, атом, космос и чилинг. Значит, в центре у нас биткоин. То есть, мы рассматриваем именно период 2019 года. Что значит 2019 год? Фрактально. Я выделяю определенные фракталы. То есть, я здесь убиваю сразу двух зайцев. Отвечаю на вопрос про альт-сезон. И второй зайц, я доказываю существование двух серьезных активов у любых абсолютно серьезных активов. Будь то золото, будь то нефть и другое с тем, что существуют фракталы зависимости, Вайков, Эллиот и прочее. Так вот, обратите внимание, определенная засечка фрактально 26 августа, она стоит везде. И вы видите, как курсором двигается. И халвинг у биткоина был, да, 11 мая. Соответственно, вы видите, как вел себя биткоин и как вели себя остальные монеты. Так вот, если вы посмотрите, то биткоин, вот здесь этот график центральный, вы видите, что было движение вниз. И в марте, когда случился черный лебедь, а конкретнее корона дамп, то есть всемирная организация здравоохранения объявила о всемирной пандемии, что было воспринято инвесторами как огромные риски. И, соответственно, весь рынок во всем мире рухнул. Обвал. Это март 20-го года, который позже был быстро откуплен. Соответственно, вот этот период рассматривается нами всеми как шум. Но мне было бы тяжело вести с вами этот диалог, если бы не одно маленькое но. Речь идет примерно 3 месяца, о которых мы говорим про осень, про сентябрь, октябрь, ноябрь. Все, больше нас ничего, по сути дела, не интересует. Замечательно. Итак, что делал осенью биткоин в 19-м году? Соответственно, он здесь пребывал в боковике, который вяло скользил вниз. При этом эфириум, обратите внимание, находился здесь в боковике, который вяло рос. Эфириум, вяло рос. Это осень для эфириума. Фактально. Следующий момент. Если мы говорим про лайткоин, обратите, пожалуйста, ваше внимание. Лайткоин в сентябре, октябре и ноябре скользил и падал вниз. Он не был в боковике. Он падал. Соответственно, уже расхождение между биткоином и расхождение между эфириумом. Таким образом, глобально и далее, вы уже это заметили, то лайткоин отличается от эфириума и биткоина. Три абсолютно разных поведения осенью. У нас еще останется три монеты. И, соответственно, подведем итоги. Но в нашем списке был только эфириум. Лайткоин мы не определяли как теоретическая, гипотетическая монета для осеннего альт-сезона. Значит, чейлинг, естественно, выделялась. Обратите внимание, сентябрь, октябрь, ноябрь мы здесь получили рост. Именно рост, альт-сезон для чейлинг. Или можно назвать среднерастущий боковик. И атом, космос, который мы выделяли в том числе в данном видео. И на нем конкретно сейчас и стоит засечка. Мы говорили, вот, пожалуйста, сентябрь, октябрь и, соответственно, ноябрь. Достаточно серьезный рост показал в 2019 году. Именно фрактально. Фрактально. Иммати, монеты, которые не было в списке, но тем не менее, как альтернатива или особенность поведения монеты. Сентябрь, октябрь, ноябрь, ноябрь. Дикий рост, если вы обратите ваше внимание. Соответственно, есть монеты, которые получали рост, а есть монеты, которые не получали. И перед тем, как мы сделаем выводы, давайте еще добавим одну из старейших монет, это XRP. Посмотрите, как ввел себя он. Движение вниз. Обратите, пожалуйста, внимание. Абсолютно точно. Таким образом, есть монеты, которые осенью должны, могут и получают рост. Но есть монеты, которые абсолютно ведут себя ровно так, как ведет себя биткоин. Точно так же, как и альтизон еще. У некоторых монет он наступает раньше, у некоторых позже. Кто-то может пребывать просто в боковике. Вяло растущем, вяло падающем. Но тем не менее, после халвинга с высокой долей вероятности наступал. Всегда, подчеркиваю, всегда мы только рассматриваем один момент. Из трех случившихся будет впереди четвертый халвин. Так вот, во всех этих ситуациях у нас был булран, бычья ралли. Но опять же, повторюсь, у каких-то монет альтизон еще был раньше, у кого-то позже. И поведение у разных альткоинов разительно отличается. Какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, то, что было фрактально осенью 2019 года, не факт, что повторится в этом году, этой осенью. Но все монеты, которые мы выделяли в данном видео, действительно подтверждаются годом 2019 и технически 2023 годом. То есть, они способны повторить ровно тот альтизон, который был в 2019 году. Другие монеты, например, тот же самый лайткоин, который недавно пережил свой халвинг, XRP, который выиграл суд, я неспроста показываю эти монеты, могут повести себя не так, как в 2019 году, или идентично, или даже быть в боковике. Таким образом, понятие альтизон наступает для разных монет в разный период. Для кого-то осенью, для кого-то зимой, а для кого-то и весной 2024 года. Так же, как и альтизон еще, обратите внимание сюда, у эфириума наступил гораздо позже, чем у чилинка, например. Посмотрите, где булран. Или, например, у космоса атома. Соответственно, не такой булран, как у чилинка, но круче, чем у эфириума. У XRP булран наступил раньше и круче, чем у атома. У лайткоина булран похож на атом, но не такой, как у эфириума. А когда же у эфириума наступил булран? У эфириума наступил булран чуть позже. Соответственно, нельзя подвести все под одну гребетку. Но здесь я попытался показать вам, но я здесь попытался привести параллели и продемонстрировать доказательную базу, исходя из фракталов и циклов активов, которые были давно и являются на сегодняшний момент фундаментальными. В первую очередь, сейчас речь идет про спот. Я не говорю про 120-е плечи, не дай бог, про альткоинов. Я вообще считаю, что если торговать альткоины с плечами, то только со вторым, не более того. Но вы трейдеры решать вам. Поэтому это что касается этого момента. Но мы идем дальше. Теперь давайте посмотрим на биткоин и биткоин доминацию. То есть, как себя вел актив и биткоин доминация в определенные периоды. Фракталь на 15-го года фрактал, 19-го и, соответственно, 23-го. Как я сказал, здесь идет доказательная база о том, что цикличность, зависимость, фракталы, эллиот, вайков существуют железобетонно. Для биткоина до сегодняшнего момента того, как я вышла в видео, всегда было и выполнялось это условие. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Что в этом фрактале делала цена? Все, что угодно. Нас интересует биткоин доминация. Не нужно смотреть на процентаж, потому что с каждым годом добавляются монеты, капитализация растет. Мы про нее в том числе скажем. Соответственно, биткоин доминация, относительная графика падает, но техническое поведение цены всегда один в один. Смотрите, вот этот фрактал 15-го года. Биткоин доминация росла, после чего до халвинга движение вниз и резкий обвал перед альткоинами. Потому что альткоины сразу же полетели в гору. Это любопытно. Это был 15-й год. Теперь год 19-й. Точно так же биткоин доминация росла фрактально. И после халвинга точно так же падение биткоин доминации. То есть мы видели сегодня с вами некоторые альтизоны у альткоинов, которые забрали эту доминацию. И только позже, немного погодя, биткоин стал восстанавливаться. Точно так же, как и в году 16-м. И текущее состояние положения дела. Вы видите фрактально был рост. Был рост. Отключим вот эту крокодиабру. Был рост. После фрактала, который мы с вами делаем засечку, движение идет вниз. До каких отметок может спуститься биткоин доминация? Но абсолютно точно понятно, что это район вполне себе 47,9. Если учитывать ту динамику, по которой вела себя доминация ранее. Ну и соответственно, если учитывать огромное количество различных альтернативных монет, которые появляются и появились, то вполне допускаем, что может быть некое распыление, например, на ИИ-проекты, искусственного интеллекта и прочее. И тогда движение может пройти до 46,68. Но еще раз повторюсь, нам абсолютно это не важно. Важно понимать то, что фрактально всегда происходила ситуация, при которой биткоин доминация снижалась. После холдинга у многих монет начинался альт-сезонище. И они стреляли, после чего биткоин все-таки забирал позже свое. Так было. И это еще раз подтверждает существование Эллиута, Вайкова, циклов и фракталов. И теперь давайте с вами поговорим, перед тем, как мы затронем чуть-чуть биткоин, мы скажем с вами про капитализацию. Я хочу обратить ваше внимание, вот этот период, да, опять же, коронадамп, вот этот пролив, коронадамп и рост, коронадамп и рост, коронадамп и рост. Здесь у нас капитализация всех активов, биткоин, эфириум, альты. Здесь у нас столько эфириум альткоины, здесь только альткоины. То есть все, кроме биткоина и эфириума. Соответственно, черный лебедь, еще раз повторюсь, вот этот период, вот этот период, то есть март месяц вот этот, можно не учитывать, так как это черный лебедь Но даже пусть он будет, пусть он будет, я всегда люблю жестче оценивать и делать какие-то анализы при жестких условиях Потому что даже если черный лебедь был и результат технически верный, то тем более это минимум умножает верность проведенного анализа в два раза Дает ему значимость и ценность И давайте посмотрим Нас интересует исключительно осень Если это альткоины, то возможен ли альтсезон осенью в том числе? Опять же, например, 2019 года Если мы поставим засечку, вот он, ноябрь То есть смотрите, от этого фрактала, видите, да, штрих-матерная линия на всех этих графиках Я ставлю в ноябрь, 25-го, грубо говоря, последний Вот он, 25-го, я отпускаю мышку Смотрите, пожалуйста, если посмотрим на биткоин-капитализацию, то всю осень, именно в году 2019 мы видели снижение капитализации Если мы посмотрим на эфириум, эфириум и альткоины, то мы видим здесь снижение, но все-таки боковик, такой мягко-мягко снижающийся, но все-таки боковик Если посмотрим на капитализацию альткоинов, то осенью мы видим абсолютно четкое состояние, при котором мы имели с вами боковик, но в конце, во второй половине осени мы с вами получили движение вверх То есть вяло растущий боковичок, условно говоря Таким образом, альткоины, даже с учетом эфириума, гораздо симпатичнее смотрелись в году 2019, чем капитализация биткоина Это ничего не подтверждает в году 2023, это лишь доказывает то, что альтсезон для части альткоинов должен наступить и наступит И поверьте, список, который указан здесь, он далеко не весь, далеко Надеюсь, на вопрос про альтсезон я ответил Теперь, если вскользь проскочить про биткоин, то очень подробно я о нем рассказывал один день назад, то есть конкретнее 5 сентября Обязательно посмотрите видео, вы не пожалеете, уж поверьте мне И очень подробно я рассказал про биткоин в своем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, очень ценный ресурс Где я здесь расписал все крайне-крайне подробно, очень ценные посты от 7 сентября сегодня и от 6 сентября подробно В том числе я предположил, если мы все-таки идем через систему конвера, то вполне можно реализовать подобный сценарий с гистограммой Обратите внимание Помимо всего прочего, основные сценарии, еще раз, очень подробно описаны в видео, которое было один день назад, 5 сентября И напоследок давайте поговорим про карту ликвидации Обратите внимание, вот она выглядит сейчас так Действительно, у нас идет накопление такое своеобразное, локальное, как лонговых позиций, так и шортовых Справа шортовые ликвидации, слева лонговые Данную карту нужно воспринимать как из разряда, это интересно Соответственно, шортовых ликвидаций на текущий момент времени гораздо больше и они гораздо симпатичнее, чем лонговые Что-то более вкусное по лонговым ликвидациям находится ниже 23500 Для этого нужна манипуляционная крутая свеча, порядка на 2000 от текущих на чем-то Чтобы позже добраться до сюда и еще обрушить все это дело Зачем, почему, мне допустим сейчас неведомо и неизвестно Но учитывая все мои составляющие, выкладки, то о чем я рассказывал во всех видео в сентябрьских Обязательно посмотрите Это буквально пара видео, они все актуальны и реально повысят вашу квалификацию Так вот, на текущий момент времени я не вижу сейчас такого решения, чтобы именно очень бодро все это опрокинуть Вы знаете, что основной сценарий на месяц, я предполагал этот доход цены до 26500-27120 С последующим откатом в район 25-24 тысячи долларов за биткоин Если, подчеркиваю, если при доходе цены до 27120, цена при ретесте 26300-26500 не задержится Если она задержится, то будет возможность слома тренда Но опять же, это все на числа после 20 сентября Вы помните, и россказни на недельном таймфрейме про свечи, подчеркиваю, 4 сентября, 11 сентября и 18 сентября Кто внимательно смотрит видео и читает посты, понимает, о чем идет речь Соответственно, для тех, кто нет, лаконично я полагал, что, условно говоря, то есть после этих свечей 4-11 или 18 сентября Для 3 свечей недельных может уже начаться или случиться разворот на недельном таймфрейме Как на недельном таймфрейме Важный второй момент, то, что я предсказывал и прогнозировал, боковик до 13 сентября включительно Так как 13 числа мы с вами знаем данные по инфляции А они, как известно, институциональным прогнозом составляют 3,4 Или, если учитывать погрешенности, то от 3,1 до 3,4 Возможные вариации Подробнее рассказывал вот в этом видео Ну что ж, спасибо всем огромное за просмотр Обязательно подписывайтесь на канал Если вы хотите сказать мне спасибо, то сам Бог велел подписаться, поставить лайк, оставить комментарий Это помогает к логарифмам Ютуба продвигать данное видео Если хотите и себе сделать плюсик и меня благодарить как-то еще более частно То обязательно вступайте в мой бесплатный закрытый реферальный чат Здесь эксклюзивный контент для всех участников Вступить в люда абсолютно просто Дело в том, что нужно торговать на бирже BitGit Ссылка в описании под видео Здесь будет доступен специальный контент Как видео, так и посты Включая различные турниры и прочее, прочее, прочее И помните, если вы будете ехать в дальнее путешествие На мега комфортабельном поезде класса SV Luxe И увидите достаточно бедно одетого человека с протянутой рукой Который поет песню «Стою я у вокзала с протянутой рукой Подайте Христо ради червончик золотой» Знайте, это бывший трейдер Который торговал с сотыми плечами А где находятся трейдеры, которые торгуются вторым плечом? И на споте вы меня спросите Абсолютно верно Едут в SV класса Luxe Проводница чаю Продолжение следует...